и снова здравствуйте всем привет и так решил я чуть-чуть задаться вопросом как можно украсить рендер когда идет прыжок персонажа какая-то драка да просто если рендерить ну слишком чисто и нет того кайфа при анимации значит да и вот информация по моушенблю которая позволяет сделать размытость именно в движении давайте посмотрим как это все дело выглядит вот такая сейчас анимация и вот если мотать вот этот ползунок увидите что идет размытость допустим щита вот ноги более одна часть четко и размывается вот центр вот здесь вот так вот значит размытость мяча такая вот как бы размытость щита какие-то вот детали более четкие это значит ноги так вот такой вот результат прикольно выглядит при большой анимации будет нормально выглядеть щит размывается голова четко вы видите что но нога четкая дальняя нога чуть-чуть как бы не сильно но размыто в основном идет вот по центру здесь значит вот это вот приколюха вот тут когда он выходит на одну полосу вы видите что чаще часть щита значит здесь уже более четко меч размывается и размывается лицо нога опять же остается четкой и плечо уже нормального такого четкого качества дальше персонаж четкий размывается чуть-чуть видите вот чуть-чуть кончик меча и чуть-чуть значит щит так на следующем кадре размытость чуть больше потом идет у нас опять же размытость больше и размытости фактически почти нет это я ставил значит размытость в начале кадра в принципе прикольно выглядит если поставить в центре кадра вот здесь уже персонаж четкий дальше идет размытость меча и опять идет значит теперь меч четкий чуть-чуть размывается лицо щит ноги четкие плечо четко и дальше уходим смотрим что у нас получается дальше дальше персонаж возвращается в четкое изображение прикольная штука если быстро все это дело просматривать то неплохо все это дело значит выглядит и так вот у меня стоит end а конец фрейма в конце значит размытость в конце кадра прикольно так теперь давайте посмотрим что у нас cycles то же самое находим где она здесь motion blur тоже motion blur смотрим открываем и здесь вот опять же настройки центр старт конец кадра потом у нас идет rolling shooter давайте посмотрим что это значит открываем преференции и поставим так поставим tools перевод так на русский язык рашин можно ставить только подсветка на перевод интерфейса new data или все остается на английском но у нас переводится только вот эти вот подсказки так но это у нас не использует эффект rolling shutter top button сенсор сканирует сверху вниз вот тут больше такого прикольно настроить можно на нужно тоже пробовать ну а так в принципе все идентично так это у нас выходит имитирует имитировать сканирующий затвор для эффекта rolling shutter больше меньше можно ставить при включенном наверно вот этом том батон да и все это дело потом работает и так вот такая информация при анимациях я думаю будет очень в тему особенно когда будет большая сцена допустим персонаж убегает и можно какие-то кадры допустим поворачивать за стену бежит по городу да и вот эту размытость добавлять где-то делать четкие значит рендеры где-то размытые потом при монтаже это должно выглядеть очень хорошо ну вот что хотелось бы значит законспектировать все всем пока до свидания а